Чуть не сказать карантина, господи. Вторая неделя без вылета, с марафона. А, крутяк. Ну что, поговорили? Не успели. Только начали, вот так вот. Друзья, я, во-первых, хочу вас поздравить тем, что всем крупно повезло, и все прошли на вторую неделю, а значит, они узнают самые, скажем так, тайны-тайные, которые беспрецедентно, ну, скажем так, другие команды не обладают тем, чем вы будете обладать на этой неделе уже. И вам уже, даже не зная, завидуют, потому что многие со сторисов там уже знают моих. Инструмент беспрецедентный. Во многом мы благодарны очень сильно Алексею Цареву, вот, и очень сильно благодарны тем, что будем иметь Андрею Харольскому. Юлия Царева вместе. Да, вместе. Ну, да, ну и, скажем так, как это, оттачивали, дорабатывали уже мы всем лидерским составом, уже каждый приложился, как говорится, чем мог, каким местом, у кого что хорошо работает, у кого голова, у кого сердце, не знаю, о чем вы подумали. Вот. Все приняли участие, и на этой неделе мы будем иметь такое счастье, как тест онлайн, но тест тестом, вот. Но тест тестом, но напишите Лене Ганченко, она там что-то пишет по поводу, у кого есть Лена Ганченко в Вайбере, она не может подключиться, помогите ей в этот зомб войти, пожалуйста. А то она пишет в Вайбере, она у меня высвечивается. Вот. И, знаете, тест тестом, ну что вы с ним дальше будете делать? Потому что ЛР это уже большая возможность на самом деле. И кто-то с ней что-то делает, а кто-то ничего с ней не делает. Поэтому для кого-то это просто возможность, а для кого-то это просто изменить жизнь, способ. Да, Андрей мне подсказывает. Смотрите, друзья, я еще хочу вас поздравить с большим-большим таким, ну, радостным для меня как бы событием. То, что мы с вами собрались на этот наш с вами марафон по здоровью. Мы не просто собрались. Мы с вами собрали больше 34 тысяч гривен, которые мы отправили Елисею. И мы все напишем завтра, поделимся постами, что это за мальчик, как он борется за жизнь, как его мама борется за жизнь. И мы небольшую часть, маленькую, но мы все вместе с вами учимся здесь. Да, мы заплатили деньги, и в том числе и лидеры, все заплатили деньги. И вся эта сумма пошла в благотворительность мальчику Елисею с очень-очень сложным заболеванием, которое собирает мама его всем миром, полукраины собирает и Польша собирает деньги на укол, на который может поменять ему жизнь. Поэтому я жутко вам благодарна за то, что вы не просто учитесь, вы делаете доброе дело. И это благодарность не только от меня, от всего лидерского состава, от фонда Китдок, с которым мы сотрудничаем. Можете найти на Фейсбуке, это фонд, который мы уже много лет снимем, Анна Ермолаева. Это тот человек, которому мы доверяем, которая не просто, знаете, собирает деньги, она обучает украинских врачей за собранные средства, они делают какие-то мероприятия, какие-то полезности, за мероприятия получают деньги, и за эти деньги обучают украинских врачей делать операции, которые доселе вообще не делались в Украине. То есть вот мы с вами частичка большого такого крупного дела, и мне кажется, это очень-очень важно. Потому что мы не просто с вами учимся, не просто там пьем продукты или что-то узнаем про здоровье, мы с вами делаем большое доброе дело. Итак, друзья, у нас сегодня с вами марафон отзывов по здоровью, и мы с удовольствием с вами в лидерским составом, мы решили, что так будет быстрее, потому что каждый лидер знает самые такие вот, ну, скажем так, поражающие истории или самые эффективные истории у кого-то что-то пикает. Это у меня в духовке, извините. Сейчас, секунду. Ой, друзья мои, сори, это овощи. Это овощи. Сейчас мы их выключим. Вот. Это брокколи, стукини приготовились. Вот. Ну, вы же понимаете, онлайн он такой. Друзья, начну с себя. Знаете, расскажу вам всего две истории, одна история случилась, это просто о том, вот, как бывает в жизни. Просто на улице, просто у девушек, девушка стояла во Львове на улице в Сарафане, спина была наполовину открытая, лето было на дворе. У нее были круги на спине от банок. Андрей сказал, девушка говорит, кто вас так мучал? А девушка вышла, я не знала, ну, вернее, она вышла от остеопата, я не знала, что у нас кругами так стоит. Мы с ней познакомились, она оказалась с Киева, и в итоге мы с ней разговорились, и я ей рассказала о продуктах ЛР, вообще, относительно ее головных болей, вот, по поводу чего она же с Киева приезжала во Львов к остеопату. Но в итоге, что я вам хочу рассказать, вот такое шапочное знакомство привело к тому, что ее ребенок, младший сын, который был астматиком, с очень сильными лекарствами, которые только нужно хранить в холодильнике, они даже никуда не могли поехать путешествовать, если путешествие было больше 8 часов, потому что, ну, лекарства бы испортились, который болел каждые 3 недели почти бронхитом, который не мог нормально дышать, ребенок был уже второй класс, и вот мама, доверившись, против супруга, потому что супруг абсолютно не поддерживал, он был полностью за традиционную медицину, за все гормональные вещи и так далее. Через 6 месяцев супруг сказал, снимаю шляпу, вот, что ты делала, ты мега супер, ты просто супер молодец, потому что даже учительница в классе сказала, что вы сделали с ребенком, ребенок ходит в школу, он не болеет. И самым большим, она мне позвонила после Нового года в прошлом году и сказала, я хочу сказать огромное спасибо, потому что, ну, моя жизнь вообще изменилась, мы потихонечку уходим от, то есть они тоже там бросили, все потихонечку от химикатов, и это абсолютно здоровый ребенок. Второй случай, его знает практически весь лидерский состав, который здесь есть, потому что эту фотографию видели все, вот, девчонки, мальчишки, это про ногу, помните, нога вечером, вот, мне наша Ирочка Карпова, новый МЛГ в городе Днепропетровске, тогда она была еще младшим менеджером, сбрасывала мне фотографию, мужчина, который имел еще заболевание гепатит С, у него было такое, что-то типа рожистого воспаления, когда абсолютно нет кожи на ноге, нога была просто голое мясо, и уже ногу практически, то есть нога подлежала ампутации, врачи скорее наставили на то, чтобы ампутировать эту ногу, просто это вы знаете, за 8 лет, это вот такой вот, ну, прямо для меня, друзья, антиэйджи в течение года, пил, ну, пил не все, сначала пил все, потом не все, поливали просто эту ногу, ему поливали нашим спреем алоэ, мазали концентратом всем, чем только можно, и она мне сбросила фотографию, послушайте, осталось два красных пятна по прошествию года, нога спасена, кожа полностью восстановилась, ничего ампутировать не надо, человек бегает, прыгает, то есть это, ну, для меня это, ну, и это не то, что там человек там перестал все есть, там и так далее, ну, обычный нормальный человек, жена старалась, в общем, как могла, наставила на питье наших продуктов, все, передаю дальше слово, друзья, от меня, это вот самые такие два для меня поразительных случаев, передаю дальше, бразды правления Вячеславу, передаю семейству Царевых, слово, по списку. О, меня включили, добрый день, Алексей Царев, черновцы, время очень такое сжатое, всем привет, во-первых, смотрите, первое, с чем я, как бы, столкнулся, с удивительным для меня, это вот с этой зубной пастой нашей, вон она у меня, видите, с ремесоманной, обыкновенная, как бы, паста уже, но это паста на геле, живом, алое, вера, живой геле, как проверил, просто переезд у нас был, и последний завтрак, все, и надо уезжать, я хватаюсь рукой за сковородку, просто жесть, ну, и у меня сразу, о, блин, сейчас же вот, ну, все, будет волдыри его, а поездка, ну, как же, все, что оставалось, я бегал вновазил, и там дальше, то есть, через, где-то минут 40, подожди, а что-то не болит ничего, смотрю, не волдыри ничего красное, ну, пятно, все, на следующий день ничего не было, вот это для меня был такой, знаете, прорыв, представляете, что она делась с нашими деснами, эта паста, вот так, так что она, ну, реально для меня чудесная, хорошо, следующий момент, с чего мы начали обращать внимание, и поняли, что мы в самом нужном месте, потому что мы были, ну, в разных компаниях, да, до этого, это когда, одна девчонка, у которой была маленькая дочка, пятилетняя, такая умняшка вообще, вот, до пяти лет от эпичной дерматит, вот все, там такие уже, ну, не буду подробностей, да, вот, но маму тряхала, вот так все, нервный тик, потому что она спать не могла уже годами и так далее, и, а мы просто, так, это нарушение обмена веществ, возьми алоэ, гель, персик, три месяца, через три месяца, маму уже было не узнать, она говорит, ребята, это просто уникально, оказывается, есть такие группы, называется ад, атыпичный дерматит, там сотни тысяч мамочек, которые вот это все клацают, пишут, я уже не знал об этом, да, вот, и, и вот результат, это неизлечимо, да, конечно, неизлечимо, просто перезапустили обмен веществ, да, вот, у этого ребенка, и с этого момента мы поняли, эта штука работает быстро, не за три дня, ребята, но это же быстро за три месяца, какой-то первый результат, и пошел, и пошел, и пошел дальше, понимаете, обратите на это внимание, да, вот это у нас был первый такой рывок, второй, это, опять же, через три месяца, это моей маме 80 лет, чтобы вы понимали, три года назад мы раз приблизительно в неделю, а то и два вызывали, почему-то в два часа ночи, и скорую, гасили давление, то есть укол там и так далее, да, ну и врачи говорят, ну, 80 лет, что вы хотите, ну, как-то вот уже так, ну, короче, она шла на инсульт, это было понятно, то есть высокое давление, сбивают, и так далее, я с этим не согласился, мы начали антиэйдж, сначала первый месяц персик, потом северу, северу довели, алоя севера с крапивой, довели до 200 грамм, стакан граненый в день, вот, то есть сначала с маленьких доз, потом пошли-пошли, вот, ребята, через три месяца, все, она мне звонит и говорит, ну, я не знаю, от алоя ли это, но вот мне вот тут вот хорошо, ребята, вы знаете, до последних три года, мы ни разу не вызывали ей скорую, она уже это не помнит, она говорит, не, ну, надо было таблетки, наверное, по-другому пить, я говорю, да-да-да, все, ну, короче, понятно, да, то есть, я был удивлен, потому что, во-первых, до этого мы были на достаточно, ну, много, на хороших, качественных, американских витаминах, слабого, что они есть, вот, но такого результата мы не добились, и вот это мы начали просто углубленно все изучать, почему это жидкое, почему именно алоя, чем он отличается от других компаний, ну, в общем, короче, вот это результат, ну, и последний, ребята, ну, мы вообще на здоровом питании с Юлей достаточно давно, поэтому, как это называют, у вас тело прошенное, знаете, прошенное, то есть, что туда не влей, все нормально, вот, поэтому каких-то мега-результатов мы это кушаем для того, чтобы жить дольше и быть в энергии, мне сейчас 57 лет, чтобы ориентировать, да, вот, и все мои наклассники давно деды, такое, и вот самый важный результат за последние два месяца, который мы имеем по своей команде, это связанный с, мы это так назовем, с большой температурой, с ломатой тела, с различными симптомами, вот, которые, мы вспомнили, что когда-то мы это делали, когда был грипп, вот, у ребят был грипп, и мы применили, вот, и те люди, которые, мы это назвали схема номер один и схема номер два, и те люди, которые придерживаются вот таких вот дозировок, которые, кстати, доктор Свен на последнем своем вебинаре объявил, это, мы назвали, это колострум в капсулах, в данном случае, и пробаланс, вот это вот схема номер один, это пожарное тушение, две штуки через каждые два часа, 16 штук не меньше в день, пять дней подряд, то есть, получается, за месяц, за пять дней полностью выпивается колострум, да, от пробаланса до пяти, через каждые два часа, там есть нюансы, ну, короче, его надо запивать водой, в больших количествах, вот это привело у моей дочери и у моей внучки к результату такому, у них 39 температур, мы быстро применили эту схему, на утро температуру, обоих не было, мы не знаем, что это было, неважно, дочку еще что-то вот так вот водила, дня два, ну, то есть, какой-то точно беру снег был, не знаю какой, но потом пошла на работу на четвертый день, а внутия первый раз перестала, вышла без соплей, вечно потом на две недели растягивалась, вот, ну, понятно, десятилетки в два раза меньше дозировки, то есть, вот это мы, мы удивились, и потом просто начали применять в разных городах, у людей, у которых вот ситуация подобная, да, около 30 семей, приблизительно в среднем, от трех до пяти дней, выходят из, из вот таких проблем, дальше, кому... Алексей, мы сейчас просто у нас тогда, вот, они усилили всем, да, мы просто взяли к нам. короче, это просто важная штука, которая работает, если не играться в дозировки, ну, не отменяя лекарства, добрый. Спасибо большое. Друзья, передаем слово Валерии Иноземцевой, вот, Валерия, в три минуты, даже в две, пожалуйста. Да, добрий вечер всім. Ну, вдві, да, намагаюся вкластися. В мене особи, особистий мій приклад, це, звичайно, колострум, бо в мене донька дуже часто хваліла ангінами, і навіть я, така доросла мама, не розуміла, що з тим робити. Як тільки ми почали його приймати, в вересні, тобто, перед початком вірусних захворювань, не тоді, коли вже, знаєте, як кажуть, поздно пить баржом, так, когда почка оторвалась, ось, а коли це перед вірусними захворювання, і потім ми п'ємо ще в січні, і нам вистачає для того, щоб ми не знали, що це таке. А ще вона зараз вчиться в Польщі, і вона, ну, самостійно там лікується, так ось, як тільки вона починає трошечки, там, якась нежить в неї, одразу, вона п'є цистут капсули, і буквально за одну добу, там, п'ять капсул, я кажу, випиваєте, вона два, три, чотири дні максимально одужує, без всяких ліків, вона, майже ніколи, там, за три роки не купляла ніяких ліків, в аптеці. Ну, і мій особистий досвід, це псоріаз, який я після родів, ну, майже скільки, тридцять років не могла вилюкувати, за допомогу анти-їж-системи, я це зробила, і не знаю, що це таке. Тому, мені завжди легко продавати продукти, і не тільки бізнес. Я вклалась, мені здається. Супер! Да, спасибо большое, друзі, передаю, семейства Потаповых, слово. Город Херсон. Всем добрий вечер. Расскажу быстро, так как я вам не очень быстро говорить, мене здається Луна Потапова, да, і наші, в принципі, такі самі яркі отзыви, це, в принципі, наш близкий друг і ми, така у партнерів дуже багато різних результатів, але з таких, для мене, ярких, таких, положительних, місяць, місяць, вже практично не осталось і слідів, і це такий класний результат, я до сих пор не можу подійти наші діти, а вот год уже, ну, не наші, я имею в виду наших партнерів, це теж наші общі діти, вони ходять в садик, і так інтересно, хто общається, да, вот групи із трех, там, 4-5 мамочек знає, дають, що алоя, клострон, витактив, да, як Лера сказала, навіть ще в августі починається, там, алоя витактив давати, і ці діти, ну, ще до цього карантину, який був в тому году, да, три роки назад, вони, 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 цими групами стали ходити в садик і в школу, то есть все вже поболіли, вот те карантины, які були раніше, одна-две недели, а вот эта група діток, она ходить, і саме інтересне, як перевіряється продукт, вот, як тільки, от у нас вичайно було, ні, клострому, і тоді ти розумієш, що до цього не совпало, що до цього, то, що було, коли, ти думаєш, а, совпало, давав клострому алоя, як частно партнер, і думав, совпало, і тоді його нет продукта, і тоді ти розумієш, що нічого не совпало, і ти розумієш, ми всі здорові люди, але ми не роботи, і ми тож боліем, і діти боліють, і болість можна по-разному, можна неделю лежать, балдеть всі сім'єю, від цієї болезни, все себя хорошо чуствують, рігінок спит, температура, може, є якась, ана нормально проходит, а можна неделю, с мамою діргається глаз, тому що температура шкалі, теж не знаєш, що робити, і потім ще восстановлення, бронхіта і пневмонія. С нашими продуктами болість можна намного легче, але краще це предотвращається. І мій любимий продукт, лично мій, це Майдмастер Экстрим, в той момент, коли заболеваєш, і капсулу Цистус, це 4 капсулу, ну, конечно же, колостром, це само собою, це обговори один день, один-два дня, і ви будете здоровы. Але не треба недооцінивати ситуацію, пусть продукт у вас сейчас буде, не економьте на здоров'ю, лекарства стоїть намного дороже. Сделайте себе сейчас формируйте аптечку, скажіть людям, щоб сформували. Колостром, Цистус, Алоэ, Імбирь, пробаланс, це мінімум, я передаю слово дальше. Спасибо большое. Передаємо слово Елене Шайтаровой. Леночка, тоже город Днепр. Да, я, всем добрый вечер. Славик, можна трансляцію екрана? Жень, а ти сделай, пожалуйста, с организатором. А, вже. Все, замечательно. Вы знаете, це не моя история, це история маленької дівчини, которая живет в Сибири, в, господи, дівчину зовут Вікторія, і живет она в тундре, в городе Надым. Мы познакомились с ней через наших партнеров, і мама рассказала свою историю, но, ви знаєте, вот лучше, чем мама, наверное, никто не расскажет, поэтому я хочу вам ее просто прочитать. У дівчини проблема в три года случилась. Це очаговая лапеція. Я, честно говоря, такого диагноза даже не слышала до того момента, пока вы не пообщались с мамой. Но вот на экране вы можете видеть. Сделай другого слайду. І смотрите ее история. Мама пишет, настало время поделиться нашей историей о детской лапеции. Все началось с одного дня, когда, заплетая утром дочке косички в сад, ей было три года, увидела залысину размером с монету в 5 рублей. Вот верхние кадры, да, вот верхняя линейка фотографий. Причем за день до этого ее не было. Но и тут понеслось. Дерматолог сразу ставит диагноз – очаговая лапеція. Лечение, втирать настойку жгучего перца, и все пройдет. Но не тут-то было. За месяц еще три больших очага появились с каждым днем увеличивающиеся в диаметре. И много мелких очагов. Волосы оставались в руках, если просто провести по ним. Начался просто ад. Бесконечные врачи, каждодневные анализы. Десятки тысяч рублей улетали каждый день, а результат – ноль. Все ставили один и тот же диагноз. В анализах – ничего. Ребенок абсолютно здоров. Лечить – нечего. Трихолог предложил два варианта. Или гормональное лечение с последствиями для всего детского организма. Или ждать, может, само пройдет. А может, и не пройдет. А может, перейдет в тотальную аллопецию. Девочка этого, конечно же, не осознавала. Но вот что происходило со мной, лучше не вспоминать. Прошло почти четыре месяца. Ситуация стала настолько печальной, что казалось, ничего изменить уже нельзя. И в нашей жизни появилась продукция ИЛР. Как жаль, что мы раньше о ней не знали. Вот чем мы победили аллопецию. Гель алоэ пера, персик, пробаланс, светоактив, омега-3. И через месяц выпадение волос остановилось. Какое это было счастье, не описать словами. Добавили на кожу головы спрей скорой о помощи концентрат. Чуть позже начали пить еще колостром. И вот через два месяца настал тот момент, от которого хочется плакать от счастья. Появились маленькие, тоненькие, светлые волосочки на этих лысинах. И они темнели и толстели с каждым днем. Всего непрерывного приема было шесть месяцев. И все волосы вернулись на свои места. Давай другой. Более того, они просто шикарные, гладкие, блестящие, крепкие. И густота их просто ошеломляет. И еще хочу заметить. Ни одной болезни с простудными заболеваниями на протяжении уже почти года. Мы теперь всей семьей подсели на ЛР. Хочется сказать спасибо. Безвыходных ситуаций не бывает. И нам в этом помог ЛР. И вы видите фото до и после. Я общалась с этой мамочкой где-то месяцев через 10, 9-10 после начала нашей с ней совместного пути по устранению, будем говорить, вот этих вот проблем. Она сказала, что у девочки волосы отросли на 40 сантиметров. Я хочу вам всем пожелать здоровья. И еще сказать спасибо нашему вдохновляющему доктору Виталию Пруссу. Ну, конечно же, не обошлось без его рекомендаций. Поэтому я так понимаю, что не бывает ситуаций, в которых нельзя разобраться. Всем желаю, вот, знаете, одного. Понять, что отвечаем за себя, за свою семью. И самое главное, за своих детей. Мы, родители. И очень часто родители не могут принять это решение. Но нужно помнить всегда, что мы ответственны за своих детей, за своих, ну, родных, близких, родителей, в том числе за себя. Поэтому вот принимать решение и ответственности, да, вот этому надо учиться. Вот такая вот история. До мурашек. Я читала эту историю в чатах тогда, Лен, ну, просто снова. Я про эту историю знаю, но опять-то рассказала. И, блин, ну, это просто счастье. Передаю дальше слово Вадиму Сокровищаку. Друзья, всем привет. Действительно, очень крутые истории. И если бы я сейчас начал рассказывать все истории, которые мне рассказывали свои партнеры, про своих детей, про своих родителей, мы бы могли говорить об этом до утра. Но я расскажу об истории из своей семьи. Она все-таки ближе. Она случилась прямо в начале моего бизнеса с ЛР. Потому что как раз буквально за пару месяцев до того, как я пришел в ЛР, у меня брат родной, его уволили из армии по состоянию здоровья. У него случилась травма до этого, за 15 лет где-то. Он разбил себе колено, у него началась скапливаться жидкость в коленях. И ее начали откачивать. И каждый год он ложился на стационар. Для того, чтобы ему один или два раза в год он ложился на стационар. Ему откачивали жидкость, какой-то туда заливали физраствор. В общем, ему диагностировали ревматоидный артрит и болезнь Рейтера. И сказали, что в принципе эта штука неизлечима. При том, что лечили его в военном госпитале. То есть он майор на пенсии сейчас получается. В 38 лет стал пенсионером. А как вы знаете, в военном госпитале обычно очень хорошие специалисты, профессора, академики, очень крутое оборудование. И вот все эти ребята, 14 лет, моего брата лечили. Делали что-то ему там с коленями. Но через полгода-год он снова возвращался к ним. И в конце концов в институт ортопедии его отправили, где ему на одном из суставов коленных удалились и на виральную оболочку. Но ничего не поменялось. Все равно продолжала жидкость скапливаться. И в принципе традиционная медицина в лице вот этих академиков и профессоров разводила руками и сказала, что ну как бы ну что. Ну это ж раз в полгода-год, ну это до конца жизни, потому что это неизлечимо. Это автоиммунное заболевание, как бы мы бессильны. И когда я пришел в ЛР, я открыл каталог, увидел там какие-то картинки, нарисованные суставы, коленные, опорно-двигательный аппарат. Показал брату, говорю, еще ничего не понимали мы про продукт. Говорю, слушай, тут есть что-то для суставов, давай ты попьешь. Он говорит, ну давай, почему бы нет, ну как бы уже ж попробовали все, можно попробовать и это. И он начал пить алоэ фридом вместе с пробалансом. Через какое-то время подключил колострум в капсулах. И вот уже прошло 7 лет с тех пор. Я думаю, что если бы еще полгода потерпели и не уволили его по здоровью, то он бы, наверное, до сих пор служил бы в армии. Но он уже 7 лет здоровый человек. У него колени вернулись к тому состоянию, которое было до травмы. И, собственно, никаких рецидивов у него не было. И поэтому я влезя считаю, что даже если бы я не был лидером, не зарабатывал бы денег в этой компании, то все равно стоило бы прийти в ЛР только ради вот этой истории. Ради того, чтобы мой родной брат был здоровым человеком. Ну и коротко 30 секунд про себя. То есть я уже 7 лет ничем не болею. Это такая себе история, знаете, она никого не впечатляет почему-то. Тут нету каких-то «как было плохо, как стало хорошо». Нет, я просто не болею ничем. Многие шутят, что у меня, наверное, вместо крови уже течет алоэ. Недавно я, судя по тому, что 10 дней у меня не было обоняния, я перенес коронавирус. Я поехал в лабораторию, сдал анализы такие, да. То есть у меня положительные иммуноглобулины там какие-то. В общем, я болел. Но при этом, кроме того, что я потерял запах на 10 дней, и, может быть, пару дней у меня была такая немножко слабая, знаете, вот, не было больше ничего. Поэтому я верю в наши продукты. И не просто верю, я знаю, что это работает, это доказано сотнями тысяч историй по всему миру. Спасибо вам большое. Благодарим, Вадим. Друзья, передаем слово Инне Павловой. И уже тут верю, не верю, мы тут не в ромашку играем. Тут, как говорится, уже факты. Давай, Инночка. Добрый вечер всем. Я расскажу пример, как бы отзыв моего партнера, Натучи Марины, она должна где-то присутствовать. У нее в три года, мы только начали, вот, были знакомы только недавно с продукцией ЛР, начали ее применять. Ребенок, она решила попыть каву, только сваренную мамой. Естественно, эта кава была у нее вот здесь под мышкой, на боку, все покраснело. В алдыре, естественно, она же смахнула это все, слезла. Ну, и она применила, тут же же был спрей-концентрат, очень обильно, первый-второй день спрей-концентрат, ну, приличный такой ожог был, температура не повышалась, у нее ничего. Она сама просила, маш, плызгай, маш, потому что, видимо, что и обезболивание было. И на третий день подключила прополис, и, как она писала, на 12-й день там была розовая пятнышка. Но в алдыре, как бы ожог был хороший, очень такой, ну, у ребенка трех лет. Вот, ну, на данный момент там никакого цвета, естественно, уже нет, нет никакого, ни красного, ничего. То есть кожа, как обычно, никто не знает, что там было, никто и не обнаружит, что там вообще что-то было. Но ожог был тревечный. Потом у меня, у партнера, у мужа, после различных, не знаю, каких-то там нарушений, в общем, воспалилась печень, там, операцию ему делали, в сет что-либо, в общем, нарушена была функция печени, и у него после этого началась как аллергическая реакция, доктор скажет, что это у тебя аллергическая реакция, на то, что печень не дорабатывает свою функцию, и у него вот здесь вот руки, локти, в основном локти выше, ниже локтя, у него постоянно была там год, два, три, четыре, в общем, в течение нескольких лет, сыпь плюс покраснение плюс шелушение. То есть это был не псориаз, но вот такое вот неприятное ощущение корочки на руках постоянно, летом, зимой все равно. И он, они использовали антиэйдж месяца четыре, уже месяца по 104, но они до сих пор его используют, уже больше полугода, и у него, у него очистилась кожа, то есть они начали его использовать совершенно для других целей, как бы там холестерин, почиститься кров, в общем, для общего состояния, и в итоге у них вот это первое состояние получилось, вот такое кожа очистилась. Ну, и, естественно, там улучшение по крови есть, анализ сделали. Вот. У меня мой пример. В октябре я собралась поехать попутешествовать, ну, я живу в Запорожье, мы собрались там по Чернигову, попутешествовать дня три. Ну, и тут вечером мне на поезд, я утром просыпаюсь, понимаю, что какой-то вирус все-таки где-то подхватило. Все понимают, что носоглотка вся заложена, то есть, ну, состояние, которое мы помним все, это предгриппозное, вот это предвирусное состояние, но, естественно, что делать? Вечером на поезд, там же еще купе, девочки, ладно-то самой. Ну, за этот день я выпила, конечно, больше, наверное, чем треть банки иммунного геля, колострум, бутылочку жидкого, я уже у поезда в утречках, то есть за сутки я его приговорила, и, естественно, большое количество пробаланса. Ну, я аж боялась девочек не заразить, то есть спреями всеми побрызгала, пробалансом накормила, капсулы колострума им дала на всякий случай. Ну, в общем, они не заболели, на утро, естественно, мы там два дня гуляли по Чернигову, на воздухе, на погоде, на природе, у меня все было отлично. Они, во-первых, для них это тоже результат, они удивились, они увидели мои вечером глаза, что я там больная, 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 в выходе утром я такая себе хорошая, здоровая, и с ними бегаю вместе по всем экскурсиям. То есть это вот такой вот мой пример был. Ну, к примеру, естественно, еще очень много у моих партнеров и по детям, то, что они перестают болеть, они им колострум применяют, и уже с профилактической целью. И эти девочки, которые были со мной, теперь они тоже полностью всем предлагают, видя мой результат уже. Вот такой вот все у меня, все. Спасибо большое, Иночка. Кстати, хочу вам сказать, друзья, у нас в Украине по продажам лидирует гель алоэ, а вот в Польше поляки раскусили колострум. Номер один по продажам – это колострум и пробиотик. Алоэ стоит только на четвертом месте по популярности. В общем, тут народ, видимо, эту схему давно знает по поводу, цистус, кстати, третий. Вот колострум знает практически каждый второй. И вот мы с вами, как говорится, рассказывая эти истории, доказываем, что мы наконец-то вкушаем, что это такое. Друзья, я передаю слово Наталье Дубовой. Наташеньку просим. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер всем. Ну, у меня, конечно, есть личные истории. Я девушка взрослая, и до 60 лет буквально я жила и не знала, что такое болезни и что такое и нервная система, и опорно-двигательная. У меня даже не было медицинской карты. И тут случилась беда, нервный стресс, и моя опорно-двигательная система дала сбой. Причем конкретный сбой. И я начала думать о том, что в следующие 60 лет мне придется ходить с палочкой. Подумывала о том, чтобы как-то изменить свой имидж, перейти с юбок на брюки. Но я уже знаю продукцию компании, моей любимой компании и свою любимую продукцию. И я так конкретненько подсела на Freedom. Должна сказать, что буквально недели, наверное, то есть я хочу сказать, что никакие вот эти вот обезболивающие не давали результата. То есть всевозможные уколы, деклаберл, деклаберл, деклабернак. Результат был буквально час-полтора-два, может быть. И когда я приезжала из города домой на такси, меня просто буквально вытягивали из машины. Вот я подсела на Freedom. И буквально через две недели, не то чтобы летать, но ушли боли. А, наверное, через месяц, причем Freedom и гель, и капсулы я пила. И буквально через месяц я уже летала и летаю и сейчас. Это что касается Freedom. Мой любимый продукт все-таки Cistus Incanus. Противовирусный препарат. Я его всем рассказываю, как противовирусная травка. Давайте по травке, и все будет хорошо. Вот. То есть как только начинается вот эта вот предрепозная ломка, и вот это вот состояние, когда просто, просто капец-капец, вот, сразу начинаем каждые два часа по две-три капсулы Freedom. И к вечеру обязательно две капсулы в люлю, и на утро уже красота красивая. Ну вот, как говорится, спасибо, это мои личные результаты. Спасибо большое. Кстати, схема Cistus, потом через час колостру, Cistus Colostrum, это, скажем так, великим и известным доктором Дельбе, это немецкий профессор, который больше, более 20 лет работает с ЛР, и у него клиника с результатами и так далее. Это схема оттуда. То есть это невыдуманная на талии, да, непридуманная, невзятая просто где-то из воздуха. Это опробовано в немецкой клинике немецкой профессурой. Друзья, я передаю слово снова Херсону. Лариса Воробьева, пожалуйста. У меня почему-то видео не включается. Слышно меня, да? Слышно, слышно, Лариса. Слышно? Говори, говори без видео, не страшно, говори. Так оно же включалось, а может вы меня включите? Нет. Значит, ребята, точно не включается? Ну, я жму, у меня нет. Извините. Ну, в общем, первый мой продукт, это была аптечка. И первый результат был, извините, от лабрадора. Ну, фотографию выложить не могу. То есть, лабрадор был запущенная стадия аллергии и вылечили ее аптечкой. То есть, годами не могли справиться. И аптечка спасла лабрадора моей подружки. Дальше, то же самое, аптечка сработала нам у партнера моего 5 месяцев, не заживала нога после настройки. То же самое, очень сработало классно. Теперь я, ну, поскольку у меня работа была связана моя предыдущая с постоянными стрессами, то я насобирала на себе хроники по ЖКТ очень много. И я вот ее уже лет 5 сдерживаю, ну, 5 лет уже точно сдерживаю нашей продукцией. Анти-эйдж. Как-то однажды кашляла 2 месяца. Я не поняла, что это было. Илона мне говорит, ну, давайте разделим колострум. Вот сейчас мы одну бутылочку поделим на троих, 2 ребенка и вам дадим. Все, ребят, у меня через 2 дня, 3 дня я оглянулась, а я же уже не кашляю. 2 месяца сдерживала, ну, кашляла. Последнее время у меня все переболели гриппом, абсолютно все. И на колоструме все выскочили. И сегодня результат очень мощный. У меня у партнера Екатерина Рудницкая, она не могла, не может выступить, к сожалению. Но 2 дня пропила, на второй день колострума COVID пошел на спад. И у нее, и у мужа. Да просто невероятно. Потому что она говорит, с мужа такое вылетало, ты, говорит, даже не поверишь. И последнее пробиотик. Я его просто обожаю. Никакие пробиотики аптечные невозможно сравнить с нашим пробиотиком. Я их перепила, поверьте, много. Вот наш пробиотик, это просто сила. Вы можете все кушать. Он работает и на язву желудка, и где хотите. В общем, очень мощный продукт наш пробиотик. Вот так все. Не поняла, почему камера не включилась. Спасибо большое, Ларис. Я передаю слово Вячеславу Трепицыну, город Киев. И я, надеюсь, Славик не забудет историю с его командой о диабете. Потому что это проблема номер 2 после сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, Жень, забыл. Я бы не рассказал, если ты не попросил. А сейчас я расскажу про отзыв самый-самый свежий. Сейчас микрофон, чтобы был поближе. Три дня назад, в пятницу, мне скидывает партнер Галя Вайтушенко. Она 4 месяца в бизнесе. Больше 20 лет опыта в дерматологии. Это доктор. И сейчас я включаю демонстрацию экрана. Скажите, вам видно, не видно? Сейчас, секунду. Видно, да? Я просто, когда мне Галя показала вот фото до и после, я реально мурашки у меня. Я слезился. И, собственно, девочке вот этой годик. И диагноз у нее псориаз. И другие врачи, к которым родители ходили, они этот диагноз, в принципе, не могли поставить. Они там лечили от какой-то аллергии. И Галя как раз решила потестить, потому что я не хотела там приписывать какие-то гормональные мазы, потому что я ребенок очень маленького возраста. И сейчас вот эту фотографию вам видно? Вот. Вот это результат через месяц. И я реально, я до сих пор сейчас, когда вспоминаю три дня, когда мне первый раз Галя прислала вот эту историю. Галя, подожди, результат не высветился. А, результат не высветился? Нет. Так, давай сейчас, 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 сейчас. Сейчас еще раз. Результат вот. Есть. Вот. И что применяли? Применяли Майдмастер, применяли алоэ персик и колострум жидкий. И наружу намазали концентратом. В целом, ну, понятно, там, Галя, как опытнейший дерматолог, там еще какие-то моменты, там, щадящие препараты, как бы, там, рекомендовала. Но, говорит, то, что вот этот результат, я за свою практику не встречала. И, ну, это прям комбо. Вот. Хотел вот этим отзывом поделиться. А насчет диабетов, у меня просто мой хороший друг с кривого рога, он тренер футбольной команды. И у него где-то года, наверное, три или четыре даже назад поставили диагноз сахарный диабет инсулинозависимый. То есть там я просто у некоторых знакомых еще такой диагноз я слышал. И там, если ставят инсулинозависимый, то тебе врачи говорят, что ты смирись, ты всю жизнь уже будешь колоть инсулин. И, ну, как у него это все произошло, там, скорее всего, это было на нервной почве. Там тоже большая ответственность, много детей в команде. То есть это целая там футбольная академия. И понятно, когда, ну, ему врачи сказали, да, знак инсулин, он начал его колоть. И это, как бы, в комплексе, я считаю, был результат. Потому что он что-то как верующий человек, там, подключил там молитвы. А жена очень сильно там обратила внимание на питание, да, потому что это тоже очень-очень важно, убрала там из рациона все там жареное, вредное. Он возобновил свои занятия спортом, и, соответственно, он пропивал алоэ персик и пробаланс. И сейчас, до сегодняшнего дня, он там буквально, скорее всего, там месяц этот инсулин колол. Ну, точно не буду утверждать, но очень небольшой период времени. И сейчас вот за вот эти три-три с половиной года он инсулин не колет. Собственно, вот, друзья, спасибо за внимание. Спасибо тебе огромное, потому что это бич просто нашего столетия. Спасибо большое за то, что здесь. В чате тоже, кто не прочитал, друзья, тоже мы сразу же получили отзыв по поводу девяти месяцев. Тоже прочитайте в чат, откройте. Друзья, я передаю слово Марии Нестеровой, тоже город Днепр. Добрый вечер. Слышно меня? Я Мария Нестерова, Днепр. У меня был один отзыв, но я сейчас начну с другого. Тоже отзыв по моей семье. У меня свекровь, тоже у нее сахарный диабет, правда, не инсулинозависимый, но она много очень лет с ним живет и пьет безуспешно совершенно, пила, вернее, безуспешно все эти лекарства. И, ну, как, в общем-то, многие наши родители и взрослые люди, она, конечно, не верила ни в нашу продукцию, не хотела даже пробовать, пока у нее уже не поставили диагноз диабетическая стопа, и у нее был сахар 16. И, в общем, в прошлом году она просто, вот мы приехали к ней на дачу, она просто сидела, ну, вот вообще вяленькая, совершенно тяжело вообще не двигалась. Вот я ее заставила, просто заставила, я привезла ей алоэ персик, привезла ей пробаланс и омегу-3. И она начала пить, потому что, ну, уже, явно ей уже было сильно плохо. И, ну, мы уехали, прошла неделя, наверное, где-то, я ей звоню, она говорит, Маша, ты знаешь, вечера у меня сахар 7. И так она настолько была вот этим поражена, что она мне даже не звонила. Она, ну, наверное, месяц или два, она не верила, что это действует, она там думала, что у нее настроение хорошее, ну, как какие-то совпадения, само прошло. Вот, но сейчас, вот прошел уже год, ей 79 лет, она прекрасно себя чувствует. Она на даче обрабатывает 6 соток своей, 4 сотки захваченной земли. Она из-за этих бутылки алоэ у нее, полисадник вот так вот весь обставлен, у нее все соседи видят, как в этих бутылках алоэ растут цветы. И она не забывает, она все время пьет, и она понимает, что уже она брала с собой в Турцию, когда ездила. Вот, это вот из моей семьи. И второй отзыв, вот, который я хотела рассказать, это моя хорошая знакомая, я ее случайно встретила на улице, у нее были, была проблема давления, щитовидка, лишний вес. Ну, в общем, она бывшая спортсменка, но тем не менее, 62 года, и она, ну, как бы для нее это было сильно непривычно. Я ей сказала, давай попьем алоэ. Она, как потом оказалась совершенно неверя, говорит, ну, ладно, давай. Она взяла алоэ, причем персик, взяла пробаланс. Больше у нее финансами не могла она взять НТХ. И она буквально через полтора месяца на персике с пробалансом у нее нормализовалось давление. Она продолжала пить, она потом попила фридом, попила еще крапиву. В общем, в течение полугода она пила алоэ и пробаланс. Потом сделала перерыв. Деньги закончились, она уехала на дачу. Вот. И потом, когда осенью она приехала, она решила, что у нее там еще щитовидка, у нее там узлы были, и она решила делать операцию. И когда она пошла делать УЗИ, у нее был самый большой узел, был 2,5 сантиметра. Она пошла делать УЗИ и звонит мне и говорит, Маша, представляешь, у меня, говорит, узел стал 1,8. Как это может быть? Это уже 20 лет у меня этот узел только рос, и сейчас он уменьшился. Я, говорит, пока не буду. Она пошла еще, она не поверила. Она сделала еще одно УЗИ. То есть ей подтвердили, что все-таки этот узел уменьшился. И она на этом энтузиазме, она рассказала об этом своим родственникам. А родственники очень скептичные были. Они все-таки взяли алоэ, и она, говорит, я так переживала, что они скажут, что нам не помогает. Но прошло полтора месяца, и они в один голос сказали, что да, мы стали себя лучше чувствовать, мы просто стали бодрые, и будем это продолжать пить. И уже рассказывают об этом своим друзьям, и говорят нам, мы знаем, кому рассказать. Поэтому вот я закончить хотела тем, что вот не держите в себе, рассказывайте, помогайте людям, пусть они не верят. Но если вы знаете, что это помогает, вот найдите слова и все-таки донесите вот это. Вот отзывы какие-то, примеры личные. Но рассказывайте, не думайте, что вы навязываетесь. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Сложная такая штука, навязывать здоровье. Такая миссия у нас. На этой оптимистичной ноте я передаю слово, как это, самому светлому человечку из города Одессы, Елене Вертинской. Друзья, всем добрый день, добрый вечер. Елена Вертинская, Одесса. У меня несколько отзывов. Я, наверное, буду говорить, пока меня не остановят. Я не могу не поделиться ими всеми. Вы меня, пожалуйста, остановите, если я не уложусь. Но в две минуты точно будет сложно. В общем, первый, самый-самый первый отзыв по ЛР у меня – это мое колено. Я когда-то в юности занималась волейболом профессионально и колено выбило. После этого я не прыгала вообще. Кто меня сейчас смотрит в соцсетях, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть я стала прыгать спустя 25 лет, даже больше, после того, как было выбито колено. Оно болело у меня на погоду, на случайное движение неправильное, просто какая-то тучка на небе. И была такая боль, что слезы из глаз брызгали, вот как будто нож туда втыкают. Вот так было больно. Сейчас я не помню, какое это было колено, правое или левое. Мой любимый продукт, ну, вот на начало ЛР был Freedom. Я его пила просто интуитивно, хоть мне очень сильно он не нравился на вкус. Сейчас я его обожаю, но очень сильно не нравился. Колено – это первое. Потом из таких ярких отзывов у меня дочка взрослая, уже очень взрослая, маленькая, она не болела никакими совсем детскими, никакими болячками. Вдруг ей приспичило заболеть корью со всеми вытекающими последствиями. Там светобоязнь, вот эта вот сыпь по всему телу, ну и так далее, с анализами. В общем, вылечили мы эту корь нашими продуктами за 4 дня, хотя, как это, период, который, ну, как это, госпитализм, нет, инкубационный, да, 21 день, она через 10 дней пошла на работу. Когда сдала анализы, врач сказала, у вас, наверное, не корь была, та, которая ставила, ну, делала вывод, да, что вот диагноз ставила. Это что-то не может такого быть, это, наверное, была не корь. То есть результаты были здорового человека. Это второе. Третье, у меня был такой супер мой личный результат, вот такой экстренный-экстренный. Я дайвер, и когда погружалась один из очередных разов, что-то пошло не так там, я не знаю, с оборудованием, со скоростью всплытия. В общем, у меня безумно начала болеть голова, когда я вылезла на яхту, и настолько, что мне казалось, она у меня просто взорвется, мне было трудно открыть глаза, я рвала, то есть, ну, было безумное состояние, повышенное давление. Никто не мог, естественно, на яхте померить. Я так понимаю, что это был просто моментальный скачок давления, очень сильный, и мне было трудно просто даже поднять голову. Я всегда с собой возила, пока еще не было Майдмастер Экстрима, всегда возила с собой жидкий Майдмастер, Майдмастер, но и алоэ был. И в тот день мне как-то интуитивно пришло в голову смешать остатки, это были уже последние дни отдыха, и я смешала остатки алоэ, и Майдмастера получилось, что где-то этот коктейль, ну, может быть, 250 где-то грамм был. Вот это я взяла эту бутылку, и через каждые там 30 секунд по глоточку пила вот этот коктейль. Минут 20 прошло, наверное, чуть больше, но, короче, через полчаса у меня голова уже, я уже смогла нормально закрыть глаза и как бы провалиться в сон, чтобы вы понимали, стало настолько хорошо, что я, да, Ларис, ты понимаешь, о чем я говорю, да, по поводу дайвинга. Мне стало настолько хорошо, что, ну, понятно, это дурь какая-то, но через 2,5 часа я опять погружалась. То есть, ну, вот, вот это результат, вот это самый такой мой результат, который вот такой вспышкой просто яркой. Потом, ну, многие из вас знают, у меня ситуация была в семье в прошлом году, у папи поставили диагноз, папа, вообще семья не пила, ну, в смысле родители, ну, особенно папа, он отказывался от этого всего, это все фигня, это все ерунда, это ваши лохотроны, ла-ла-ла. Короче, год назад ему поставили диагноз два рака, рак почек и рак кишечника. И срочно пришлось оперировать, ему вырезали, блин, простите, мне оказывается еще трудно об этом говорить, ему вырезали на одной операции за раз почку с этой фигней и кусок кишечника тоже с этой фигней. Ну и все, в реанимации после операции, я ему начала давать сразу жидкий колостром, мне очень многие за этот год спрашивают, а можно ли, а вот во время рака, там во время онка, алоэ, я ему стала давать сразу алоэ и колостром жидкий. Еще одна операция срочная, внеплановая, и вот этой операции могло бы не быть уже, ну, я уже не говорю про первую операцию, да, могла она быть, не могла, не знаю, у каждого своя судьба и карма и так далее, но второй операции точно могло бы не быть, я говорила потом с хирургом, если бы были нормальные сосуды, у него сахар и у него хрупкость сосудов, и пришлось сделать вторую операцию. И назначили химию, я не могла, ну, что бы я там ни говорила, не могла, ну, как сказать, отменить, отговорить его, хоть я отговаривала, не пить химию. Врач сказала, что, ну, вам 72 года, вы понимаете же, что химия, это волосы, это, ну, как бы на руках кожа будет слазить, это самое легкое, что может быть, вот по химии. Ни один волос, ни одна, ни один кусочек кожи у папы не слез, он прошел химию нормально, 6 курсов, или 5, я не помню, карантин там, это самое, и, ну, все было, ну, как бы, для его лет это вообще было идеально все, то есть все нормально. Ну, и последний, вот мой отзыв, это вот уже сейчас совсем-совсем свежий, в октябре я переболела, не знаю чем, к своему стыду, я до сих пор так и не сделала тест, но у меня было двустороннее воспаление легких. Вы знаете, я вам хочу сказать, наши БАДы, пожалуйста, не путайте, не вводите людей в какой-то обман. они не про то, что человек никогда не заболеет, а не про то, что, как вы будете, как будет протекать эта болезнь и как вы из нее выйдете. У меня было двустороннее воспаление легких, и когда я вызвала скорую, меня в скорую, в больницу не забрали, потому что померили сатурацию, и у меня 98% насыщения крови кислородом было. И он сказал, я, у меня нет оснований вас забирать, потому что у вас сатурация выше, чем у здорового человека. Что вы пьете? А у меня тут на тумбочке же наш магазин ЛР. И он говорит, вот пейте то, что вы пили, все будет хорошо, вы дома быстрее вылечитесь, чем в больнице. И к тому, что как я вышла из этого, тоже, опять же, кто смотрит по соцсетям, мне все крутили пальцем у виска, я через две недели уже пошла на свои прыгалки и нормально, вот уже месяц тренируюсь. То есть, друзья, ну, вот я реально всем желаю просто включать мозг, включать логику, и, ну, наши продукты, это просто нечто, это реально. Как я всегда говорю, мы, наверное, в прошлой жизни сделали что-то очень хорошее, раз мы здесь. Спасибо. Спасибо, Лен, большое за отзыв. Кстати, по поводу того, что ты пошла на спорт, это очень верное, правильное решение, потому что сейчас специалисты говорят о том, что включать потихонечку тренировки, восстанавливать дыхание и легкие после коронавируса, иначе легкие восстанавливаются в течение трех-четырех месяцев и не до конца, поэтому очень правильное решение. Я не сказала, что у меня был коронавирус, я сказала, что тест я еще не сделала. Хорошо. Ну, в общем, при вот таких вот легочных заболеваниях... Наша лояльная Елена, какая-то... Извините за мою неточность, да. Спасибо большое всем, друзья. Подождите, это еще не конец. Это еще не конец. Это еще не конец. Да, правильно. Для всех участников марафона я напоминаю условия этой недели. Чтобы какие-то на следующую неделю нужно выполнить обязательные задания, а именно 5 звонков ежедневно сообщения с новыми партнерами. Вскоре вы получите тест анти-эйдж и сможете пригласить людей на тест. Но! После сегодняшнего задания, после сегодняшнего нашего такого обмена опытом, мы для вас подготовили новое задание. Мы попросим... Вот, слушайтесь очень внимательно. Те, кто в бизнесе недавно, а именно менее 6 месяцев, задание для вас очень простое. В ваших кураторских группах и плюс... Чуть-чуть-чуть. И плюс в общий чат написать 3 отзыва о продукции личных. Пускай незначительных. Пускай отзывы о продуктах, которые вам понравились или принесли первый результат. Не обязательно какой-нибудь колоссальный, да, то, что там Женя рассказывал, там, вы ногу себе спасли. Хотя, если такое было, то было бы чудесно, конечно. Даже если что-нибудь незначительное. Я скажу, что мое первое впечатление о продуктах ЛР было связано с зубной пастой, потому что у меня чудесные десна. И алоэ вера паста мне настолько идеально подошла, что через неделю я в этом забыл вообще. Для меня это было просто прорыв. Алоэ сама по себе отдыхала. Это для меня было просто прорыв. Какой-нибудь такой отзыв. Для тех, кто в бизнесе уже больше 6 месяцев, мы попросим написать 3 отзыва о продукции по здоровью. Возможно, ваши личные, возможно, связанные с вашими знакомыми, родственниками, возможно, с вашей командой. Или, если таких не было, то, возможно, вы уже состоите в чате по здоровью своего спонсора. И вы оттуда можете выбрать те 3 отзыва, которые для вас были самыми значительными. Вот такое вам маленькое задание. Это моя очередь. Ты хочешь сказать? С вашего позволения еще младшая, Корольская, что-то скажешь? Как и по теме? Ну, говори. Еще для здоровья, алоэ и коктейли. Еще для здоровья, алоэ и коктейли. На этом поставим точку. Все, друзья, всех вас любим, всех целуем. И пельмешки. И пельмешки. А, книжки. А, книжки. Ну, видите, мне в брови, а в глаз. Любим вас, целуем, всем хорошего вечера, запись выложим во всевозможные театры. Куда вообще?